Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам о новой программе Планета Земля, Google Earth иначе. И, собственно, это раньше была именно программа вот с таким вот значком Google Earth, но сейчас эта программа запускается в браузере, значит, с сервера в Google. Собственно, ссылочку оставлю в описании. Давайте зайдем, и нам предлагается новый взгляд на мир. Как видите, здесь новая 3D-модель, но сразу же скажу вам, что эта 3D-модель, по крайней мере, работает с очень хорошим интернетом. Это раз, то есть Google сам определяет скорость вашего интернета и предоставляет качество картинки, соответственно, с вашей скоростью. Он подумал, что моих 20 мегабит не хватает, чтобы прорисовать вот так вот 3D-оздание, поэтому меня прорисовывает, ну, немного, так сказать, хуже. Ну, насколько немного вы сейчас сами убедитесь. А есть еще один минус, я вначале его сейчас скажу. Это то, что вот эти все 3D-картины, они, ну, или, как не знаю, 3D-модели, да, объектов на планете Земля, они все в основном, к сожалению, на территории США, да, вот насколько я, как бы, из опыта личного, да, проверил. И еще на территории Европы, вот, на территории Москвы, ну, не знаю, то ли не захотели прогружаться, да, то ли какая-то ошибка, но у меня не получилось. Ну, и давайте запустим Google Earth, и сразу же вначале, вот здесь видите, загрузка 0 из триллионов лет, но, как видите, вот у меня быстро грузилось, и видите, вот новая, вообще по-новому выглядит Земля, да, здесь она, как бы, стала красивее, нету всяких заторможиваний, подторможиваний. Теперь Земля еще крутится вот здесь, справа внизу, как видите, вот здесь вот. Здесь можно сразу же расположить север-юг, да, как нам привычнее, да, чтобы, потому что очень легко вот так запутаться, скажем, вот так как-то перекрутить Землю, и тогда нажимаете на этот ярлычок, и вот раз чудо происходит, еще раз запутались, и сразу же хочу вам показать интересующие всех, естественно, 3D-модели, нажимаем на 3D, и давайте, почему он не нажимается, вот, нажали, и давайте теперь едем в Нью-Йорк, да, О, вот, ну, вы заценили заодно, сейчас я новое управление, немного сложно привыкнуть, но есть еще и положительный момент, потому что вы видели, вот, насколько быстро все работает, насколько Google Earth быстро крутится, ну, и, как видите, здесь проблема с надписями, и поэтому мы пишем Нью-Йорк, чтобы вот не искать, вот, вот он здесь должен был быть, он здесь и находится. И так, как вы помните, мы включили, а, еще нет, вот сейчас включили режим 3D, и, как видите, вот так камера у нас вращается, а по приближению мы видим, что здания прорисовываются, и теперь, причем, смотрите, они прорисовываются даже вдали, вот, если мы вот так будем смотреть, да, то есть вокруг, всюду, причем, значит, сейчас это, возможно, смотрите, вот сколько зданий сразу же прорисовалось, конечно, они продолжают дорисовываться, и в моем случае это не так уж и классно, то есть, как видите, качество прорисовки не особо, то есть, она даже, если уже прорисована, но сейчас покажу вам с другой стороны, вот, значит, секунду, вот, вот так, вот так вот, то есть, я ждал время, когда будет прорисовано все, прорисуется получше, но так это время и не наступило, да, и я делаю, конечно, предположение, я думаю, что это из-за скорости, у меня в самом 50, но, честно, и 25 мегабит-то уж точно, ну, вот, вот такое качество, вот, как вы вот сейчас видите, вот оно и в 3D, и продумалось, да, и там вдали тоже должно, если вот мы встанем и будем смотреть, оно будет вот так же прорисовываться вдали. Собственно, эта фишка, она крутая, ну, панорамы, вот, смотрите, есть панорамы, естественно, но, как вы помните из мультика «Симпсонов», не удивишь друзей салатом, салатом их не удивишь, это когда, это они пели песню Лизи, когда-то отказывалась от мяса, и, естественно, панорамами уже никого не удивишь, вот, как видите, непририсованные здания, как смешно выглядят, но панорамами, естественно, никого не удивишь, ну, давайте проверим, насколько быстро, ну, хотя бы неплохо загружаются, да, неплохо, но кого-то удивишь тем, что уже и так все видели и так далее. Ну, а пока, видите, город сам в 3D прогружается, о, кстати, вот крыши уже стали подетальнее, я должен заметить, да, неплохо, хотя еще, в общем-то, и недостаточно до той рекламки, помните, которая была в начале, вот, смотрите, здание, ну, тоже недостаточное качество, и, опять же, я возвращаюсь к теме, что думаю просто это из-за того, что вот такой вот интернет у меня, и поэтому браузер Google или сервер Google решает, что вот такое качество я достоин со своим интернетом. Так, из особенностей, что есть, исследовать, но тут ничего, только вот картинки, путешествия, какие-то гид, там, о, ничего интересного, все хотят чего-то нового интерактивного, типа как 3D, да, или, допустим, вот это вот мне повезет, нажимаем на кубик, и, смотрите, улетаем в абсолютно произвольное, какое-то место непонятно определимое, да, вот каждый раз новое, и теперь, смотрите, заметьте, как 3D-модели всюду прорисованы, да, то есть они моментально прорисовываются, смотрите, то есть Google быстро определяет, что интернет полная фигня у меня, и сразу же начинает прорисовывать вот такого качества, вот так вот, конечно, не огонь, но вы уже можете себе представить, согласитесь, когда смотришь на такое 3D, на такую 3D-картинку, скажем, вот с такой высоты, которая, конечно, продолжает прорисовываться, все равно остаются такие, ну, особые впечатления, положительные, позитивные, но, и что, можно дальше подождать, пока будет прорисовка, да, вот так приближать и ждать, надеяться, чудо, но мы не ждем, мы нажимаем опять на наши, значит, косточки, кости игровые, и летим в Миватн, да, вот иногда и прогружаются вот такие вот абсолютно неинтересные местности, ничем не наполненные, здесь какое-то озеро, да, вот мы, я так понял, в озеро полетели, ну, давайте летим дальше, и, вы знаете, абсолютно, опа, я что-то сбил, и абсолютно каждый раз летишь на что-то новое, ни разу еще не было, вот я сколько не летал, абсолютно разные места, ничем не похожие, ничем не связанные, ничем, но такие вот особенные, да, площадь Испании, да, вот вы там ни разу не были, а вдруг раз за секунду там оказались, посмотрите заодно, как живут люди, да, и смотрите, какие домики, действительно, дома совсем не многоэтажные, как видите, да, то есть, вот, Испания, ну, давайте летим дальше, как видите, прям прорисовывается, да, область, ну-ка, музей Ке Бранли, вот, ну, конечно, я соглашусь с вами, из-за вот этого качества прорисовки 3D-моделей не особо высокого, как-то не особо так и радуется глаз, да, какие-то моменты, конечно, вот он, видите, дорисовывает, какие-то еще надо ждать, но смотрите, вот он даже машину прорисовывает, вы прикиньте, даже машину, вот строительную машину он нарисовал, ведь там идут какие-то, действительно, работал, даже такой грузовик, вы представьте себе, даже грузовик прорисовывает машину еще, то есть, если бы ему хватило мужества или силы, либо ли интернета, либо не знаю чего дорисоваться, то, блин, это было бы очень-очень-очень солидно, да, смотрите, вот, как собор, Свято-Троицкий собор, опа, русское посольство Болгарии, а это русская православная церковь, опа, а мы находимся-то вообще где, музей де Бранли, который где находится, где-где-где, ну уж, а, ну совсем во Франции, мы попали в русскую православную церковь во Франции, которая, вот, это Париж, Парижа, ну что же, друзья, из плюсов, это быстродействие, новый интерфейс, значит, 3D-модели, ну, которые не доработаны, которые, в общем-то, где-то мы уже видели, значит, это и же относится к минусам, что не дорисовывается, в России ничего не прорисовано, я могу вам сейчас показать Москва, в Москву, ну, может быть, мне тогда не повезло, и просто, ну, причем, смотрите, как плавно поднимаетесь с места, да, и опускаетесь, может быть, сейчас прорисуется, я не знаю, может, это санкции такие, я просто не пойму, да, вот, как в прошлый раз был, ничего не прорисовано, да, хотя, согласитесь, есть же все-таки, что прорисовывать, да, ну и вот, собственно, и быстродействие, новый взгляд, да, и действительно интересно вот так вот полетать, раз из точки, ты уже в другой точке, она моментально быстро прорисовывается, даже в 3D, и в целом, вот она программа Google Earth, теперь она выглядит вот так, найти Луну, раньше можно было просто зайти на Луну, теперь я не нашел, то есть я набрал тут в поиске Луну, и, значит, ничего не произошло, ну, возможно, где-то еще я плохо смотрю, вот, давайте нажмем, а нет, Google Earth, поиск настройки, может, все-таки регион, IP, метр-километр, формат градусы, размер кэша память, чем больше размер кэша, тем быстрее загружается деталь, тем больше требуется оперативная память, ребята, давайте, давайте, загружайтесь детали, давайте я поставил 1000, сейчас нам повезет, давайте посмотрим, может быть, объекты теперь прорисуются, Нью-Йорк, я лечу только потому, что они сами рекламировали этот город, да, со своими там 3D моделями, значит, поэтому я только и туда, если бы они прорисовали Москву, я бы полетел туда, и так смотрим, насколько же быстрее, красивее, я выделил вам, ребята, целый гигабайт, давайте, ну, ну, хотя я бы мог выделить и больше, но, в общем-то, качество остается прежним, единственное, что, да, и вот смотрите, здесь вот эти каракули, все же остаются, ну, быстрее ли он прорисовывается, нет, вообще не быстрее, вообще, нисколько не быстрее, вообще, ну, может быть, я не замечаю, вдали там что-то быстрее прорисовывается, да, ну, вот, что-то действительно вдали, и так поживее, но не особо это и заметно, может, надо перезагружать браузер, да, ну, вот я выделал размер кэша, 100 тысяч мегабайт, да, включить, просмотр списка поддерживаемых функций, или узнать подробные языки кмл, включить импорт файлов, скорость перехода между участками глобуса, например, результатом поиска в другим местам, ну, понятно, да, у меня стоит не особо быстро, ну, да ладно, друзья, я думаю, что вы уже поняли, что к чему, вот так вот все выглядит, вот так вот все работает, надеюсь, вам видео было интересно, все доброе, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok